С левой пути. Приятного обе. Особое внимание на этот раз госавтоинспекторы уделяют зонам отдыха. Речь идет в основном о Леневской и Завьяловской территориях. Отдыхающие, говорят полицейские, забывают о безопасности, когда горячительных напитков не хватает. Садятся за руль сами, нередко берут с собой пассажиров. Одна из таких поездок в Искатимском районе закончилась смертью водителя и травмами малолетних детей. Если говорить о выходных прошлой недели, то, конечно, огромное количество дорожно-транспортных происшествий, имеющих большой общественный резонанс, то в эти выходные было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы, но водители были трезвые. Авария произошла в вечернее время 3 августа в районе села Сосновка. 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», совершил столкновение с «Хондой Фит». Телесные повреждения получили двое – водитель Фита и пассажир из другой машины. Предупредили мы заранее для того, чтобы все-таки снизить, наверное, все-таки количество дорожно-транспортных происшествий, снизить количество управления транспортными средствами состояния опьянения. Мы всегда говорили – пили, пьем, будем пить. Предупредив заранее проведение рейда, сотрудники надеялись снизить количество ДТП с пьяными водителями. За выходные задержаны 8 человек. Больше половины из них отказались от освидетельствования, тем самым признав алкогольное опьянение. Двое из задержанных управляли без водительского удостоверения. Возбуждено и уголовное дело по факту повторного правонарушения. Если водитель просто управляет транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения, составляется административный протокол и выносится решение судьей. Это лишение прав управления чаще всего на 18 месяцев и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Если говорить о не имеющих прав управления, находящихся в состоянии опьянения, это арест до 15 суток. В рамках рейда выявлено 85 административных правонарушений. Это превышение скорости, выезд на встречную, неправильная перевозка дюйтей. Но в числе нарушителей не только водители. За несоблюдение правил дорожного движения протоколы составлены и на пешеходов. Редактор субтитров А.Семкин